Снова здравствуйте, кого видели, кого не видели уже. Честно скажу, я еще не понял, какой это доклад. Я выступал с ним в Киеве на конференции интернет-маркетинг в Украине вчера. И вроде бы он мне понравился, но я еще не понял, как. Поэтому я решил чуть-чуть промотивировать сидящих в зале, но ему было мало вопросов. Я с ему утащил пару лишних кодов на систему WebVisor. Я мог еще один. Два лишних кода. У тебя с собой? Нет, но я с каждого. Окей. Это система, которая позволяет отслеживать поведение пользователя на конкретной страничке. Она записывает полностью видео, где он кликает мышкой. Whatever. У меня уже вопрос есть. Стоимость системы сейчас составляет, надо быть клиентом Яндекса, по-моему, на 200 долларов в месяц. Поэтому я считаю, что это клево, сможете потестировать и готовьте свои вопросы. Начинаем. Тему вы видели, читать нужно. Кто еще этот слайд не видел? Ой, цвета полезут. Ну, в общем, уже не буду очередной раз пересказывать. Появилось так, что мне получалось местами строить систему интернет-маркетинга. Это был проект копейков, это была система привлечения пользователей, это был стартап на самом начале, когда надо привлекать пользователей с верхней планкой цена за регистрацию. И сейчас, кроме SEO-студии, я занимаюсь маркетингом одного украинского интернет-магазина, тоже стараюсь строить систему. И я решил как-то этот свой опыт собрать воедино. И этот доклад, он мне сугубо практический, что вы завтра пойдете и то, что услышали, завтра сделаете. Если вы решитесь строить систему, это займет у вас полгода, год, два года. И первое, кого я хотел бы упомянуть в этом докладе, это перфекционисты. Есть такие люди, я их вижу там на многих конференциях, я с ним часто общаюсь. Они считают, что если что-то делать, то делать сразу идеально или не делать вовсе. И это неправильно. Почему это неправильно? Потому что сразу идеально не получается. Нужно тестировать, набивать шишки и идти шаг за шагом. Если вы хотите строить систему, готовьтесь к ошибкам, к временным решениям, к латанию дыр. И первого, кого вам придется убить, это перфекционистов себе. Пока перфекционист не убил ваш бизнес. Вы лучше начать и сделать часть сегодня. Лучше начать и сделать часть сегодня, еще потратив завтрашний день и добиться 80% результата. Чем 2 месяца добиваться 100% результата. Закон Паретт. Кроме того, что надо будет убить в себе перфекциониста, надо будет убить в себе еще пофигиста. Реклама как-то крутится, ну и ладно. Ну, крутится у меня контекст 2007 года, ну и хорошо, продажа есть, пусть крутится. Вот этого персонажа придется тоже убить. Я видел примеры, когда цена за клик до контекстной рекламы, которая была перезапущена, она работала до 2007, с 2007 года до 2010, а потом была перезапущена в 2010. Цена за клик упала в 2 раза. Количество перехода выросло в 3 раза. Все реально, надо просто правильно подходить и убивать иногда себя пофигиста. Есть и ладно. И этим, кстати, страдают некоторые владельцы бизнеса, у которых бизнес приносит деньги, ну и ок. И кого еще надо будет убить, это убить жадину. Потому что систему строить дорого, рискованно и возникает много соблазнов. Зачем мне дальше агентство, зачем мне дальше маркетолог, если я уже построил систему, все работает хорошо. Зачем мне дальше тратить на инструмент B, если у меня инструмент A дает 80% продаж? Зачем мне развивать свой бизнес дальше, если у меня все отлично? То есть жадину надо все тоже убить, деньги придется тратить, тратить постоянно и немало. Что можно получить в итоге с этого? Меньше рисков. Если у вас есть система, которая работает, которая отмасштабирована, отлажена, вы уже не боитесь, что Google поменяется в алгоритме. Вы уже не боитесь, что в контекстную рекламу придет крупный рекламодатель и начнет выдавливать вас ставками. Вы уже не боитесь, что еще что-то поменяется, ухудшится. Потому что у вас система, у вас работает не один инструмент, а комплекс. И работает на максимальных мощностях. И хорошее соотношение количества конверсий и цена за конверсию. Привлечение каждого следующего клиента всегда будет обходиться дороже, чем привлечение предыдущего. Вы можете привлечь 100 клиентов с ценой привлечения 10 долларов, но за 1000 клиентов вы за каждого будете платить, например, уже 15 долларов. И это неизбежно. Соответственно, система дает нам возможность найти вот этот оптимум, когда мы привлекаем много, но по приемлемой стоимости. И, соответственно, мы можем, настроив систему, знать, сколько мы привлекаем в низкий сезон, и легко ее отмасштабировать в высокий сезон, когда у нас пик продаж. И играться там уже просто объемами, сколько мы в нее вкладываем, сколько мы получаем на выходе. Мы знаем вот это соотношение, сколько стоит конверсия. Я попытался вложить свою систему в три части, но у меня получилось четыре. Хотя в Макинзи учат, что большая часть вещей у вас должна вкладываться в три. Может быть, я ее переработаю. Первое преступление против человечества заключается в том, что люди не тратят 15% маркетингового бюджета на эксперименты. Автором этого изречения является Авинаж Кошик, гуру веб-аналитики, который считает, что каждый месяц вы должны 15% своего маркетингового бюджета тратить на новые каналы, новые технологии, новые идеи. Вы не знаете, выстрелят они или нет, но если они выстрелят, вы сможете снять сливки. Соответственно, я рекомендую завести там себе текстовый файлик с площадками, которые вы хотите потестировать. Площадок масса, то есть, ну там, начинается все. Контекстная реклама, SEO, прямые почтовые рассылки, а потом начинаются площадки, да, там, прайс-агрегаторы, тизерные сети, социальные сети. И всех их нужно тестировать и замерять результат с ними. Заведите себе файлик, в котором вы пишите, кого вы хотите тестировать. И постепенно, поочередно их тестируйте, проверяйте, дают ли они вам покупателей и окупают ли это себя. Соответственно, на новый канал тратим 50-100 долларов. Больше обычно невыгодно или рискованно? Да, баннерку тяжело за 100 долларов частого разместиться. Ну, может в регионах легче, но в Киеве я вроде бы общался, можно за 200 попробовать. И то мне говорят, это не баннерка, это тизерка. Тяжело, наверное, SEO за 100 долларов сделать. Ну, то есть это какое-то точечное, единоразовое, которое даст эффект, который потом можно будет померить через 3 месяца, но там отсрочка по времени большая. Но потестировать на 50 долларов RedRum, потестировать на 50 долларов MarketBit, потестировать на 50 долларов еще какую-то систему, там, ВКонтакте, Facebook рекламу, еще чего. Не сложно. Да, это занимает времени настройка, да, занимает времени отследить, эффективно ли было это размещение или нет. Но если вы найдете, что ваши клиенты там есть, вы просто отмасштабируете этот канал и будете им заниматься. Два показателя эффективности. Один обычно привязанный конкретно к деньгам, к продажам, к прибыль с продажей, стоимость предреченного клиента, стоимость регистрации. И один может быть какой-то косвенный, заинтересованный с клиентом. Но основной тот, который привязан к вашему бизнесу. Ждем обязательно после теста X дней, где X – это вот количество дней от того, что человек посетил ваш сайт до покупки, сколько он сомневается, сколько он выбирает, сколько он сравнивает вариант. То есть нельзя вот вы сегодня запустили рекламу, она у вас 5 дней открутилась, и сразу же смотреть результат. Подождите еще там сколько-то дней, чтобы увидеть результаты полностью. Смотрим веб-аналитику и помним о такой вещи, как multi-channel. Multi-channel – это значит, что пользователь сегодня пришел к вам с тизерной сети, завтра из контекстной рекламы, а в итоге купил, вбив название вашего магазина, поисковую строчку Google. И веб-аналитика запишет, что этот пользователь пришел из Google. Хотя на самом деле в продажах приняло участие и контекстная реклама, и тизерная сеть, и может еще он где-то баннер видит. Говорят, что Google Analytics скоро в массы выкатит новую функцию, которая там сейчас есть под контекстную рекламу, отслеживать, что еще помогло в контекстной рекламе до продажи, какие там показы объявлений, какие клики по объявлениям. Они называют это сопутствующие клики, да, Максим? Assisted clicks и какие-то там impressions, поддерживающие. Соответственно, говорят, что веб-аналитика, в данном случае решение от Google Analytics скоро станет массовым, и можно будет увидеть, что пользователь сначала к вам пришел из канала А, потом пришел из канала В, а в итоге купил, придя из канала С. Пока просто смиряемся, что у нас есть данные по каналу С. Если прибыль с вашей первой продажи равняется 100 долларов, то затраты на привлечение клиента могут быть абсолютно разные. Они могут быть 60 долларов. Клиенты редко возвращаются, вы продаете товар, который там покупают раз в полгода, раз в год, раз в три года. Тогда вы должны чего-то заработать с первой же продажи. И шанс там возврата клиента небольшой. Затраты могут равняться 100 долларов. Мы хотим охватить весь рынок, и клиенты возвращаются. Мы подсаживаем их на свою услугу и на свой товар. Тогда мы первую продажу делаем в ноль, а дальше зарабатываем с повторных продаж. И затраты могут равняться 150 долларов. Если ваш бизнес близок к каталожной торговле, когда вы знаете, что вы привлекли сегодня 100 покупателей, через 6 месяцев 80% из них купят со средним чеком таким-то, а через 12 месяцев из них останутся еще 100. Когда у вас есть четко прописанная и оттестированная бизнес-модель. И вы знаете, какой процент людей, сколько в итоге за N лет вам принесет денег. И вы опять же хотите охватить весь рынок. После того, как мы протестировали канал, и мы увидели, что он дает нам отдачу, мы его должны либо масштабировать, либо аутсорсить, или делать и то, и другое одновременно. Концентрируемся на том, что можно масштабировать. В принципе, мало клиентов в Украине научились выкушивать весь поисковый трафик, который есть, выкушивать качественно и выкушивать оттуда там все, что там есть. А там есть на самом деле очень много. Тизерные сети, они позволяют вам делать там тысячи кликов в день получать. И тоже их можно выкушивать так, чтобы это было выгодно. Важно, я уже говорил, найти потолок. То есть потолок лучше найти вне сезона, чтобы знать, как в сезон вырастут ваши затраты на маркетинг. И сразу продумывайте структуру. Если вы заводите там рекламный аккаунт в системе AdWords или в Директе, продумайте сразу структуру, чтобы она была под масштабирована. Не просто вы набросали кучу слов вот в одну кашу, и в итоге у вас что-то там крутится. Продумайте сразу структуру, которая позволит вам легко прирастить по товарным группам, по конкретным названиям товаров, отслеживать эффективность эту, понимать, что продается, что не продается через контекстную рекламу, понимать, что вы выкушиваете весь рынок. У AdWords есть такой показатель, как где-то там в отчетности, как процент охвата этой тематики. То есть он показывает, что вы там в тематике X получаете 98% от всего количества показов, которые там есть. Старайтесь этот показатель оптимизировать, если у вас там отлаженный бизнес, если он работает, и выкушивать весь рынок. Мало кто это умеет. Многие делают SEO, многие делают контекстную рекламу, но мало кто находит там потолок. А он там сильно рентабельный и сильно вкусный. И нужно аутсорсить мелкие и немасштабированные. Некоторые системы мелкие контекстной рекламы, некоторые прайс-агрегаторы. Вы просто не можете. Вот прайс-агрегаторы – это системы, которые живут на поисковом, на контекстном, на тизерном трафике. Они точно так же, как и вы, из контекста, из поиска выкушивают то, что там есть, и перепродают эту дорожку. Соответственно, вы работаете с прайс-агрегатором, он дает вам какие-то продажи. Вы к нему приходите и говорите, хочу в два раза больше. Он говорит, сори, в поиске нет в два раза больше. Но он вам, конечно, так не скажет. Потому что это же его бизнес. Поэтому то, что нельзя масштабировать, сбросьте на второго сотрудника, сбросьте на сами системы, сбросьте куда-то и занимайтесь тем, что реально выращивается. Аккуратно можно продавливать площадки. Даже те, которые масштабируемы, немасштабируемы. Если вы видите, что по веб-аналитике конкретная площадка возврат инвестиций вам не дает или не дает отрицательный, вы к ней приходите и говорите, сори, не могу платить 8 центов за клик. По веб-аналитике могу платить 6. Больше не могу, не выгодно. И вы реально можете их аккуратно продавить. Опять же, в рамках разумного, в рамках их заполненности. Но скидку 20-30% в прайс-агрегатором легко можно добиться, если вы умеете ее мотивировать. Если вы не просто приходите, мы такие крутые, дайте нам скидку. Или у нас нет денег, дайте нам скидку. А вы приходите и говорите, окей, мы вам заплатили за прошлый период столько-то. Вы нам дали продаж на столько-то. Нам не выгодно. Давайте или останавливать, или мы вам будем платить чуть меньше. И они снижают свою маржинальность, но они знают, что вы с ними останетесь на полгода, на год. Потому что вы строите систему. А вы не клиент, который прибежал на месяц, не получил продажи и убежит к другому прайс-агрегатору. Шаг 3. Поддерживаем огонь. Тюнингуем, внедряем новые фишки. Это тоже там ремаркетинг Google AdWords, это расширение объявлений. Постоянно появляются разные новые фишки, которые большая часть рекламодателей не используют. У вас есть шанс либо наступить там на грабли и не получить ничего, либо есть шанс снять сливки. И отмасштабировать это до того, как ваши конкуренты это внедрят. Они внедрят. Если это работает, они внедрят. Но у вас будет вот эти полгода запаса, за которые вы снимаете сливки с рынка. Бюджетируем. Помним, кому, когда, сколько платили. Заносим это в Excel, еще куда. Многие бизнесы просто траты на маркетинг. Сейчас есть деньги, заплатили, но не помним. И главное, почему платим. Если у нас заканчивается размещение, залазим в веб-аналитику, проверяем, было ли прошлое размещение выгодным. Если оно было выгодным, бюджетируем дальше. Если оно было невыгодным, начинаем продавливать по ценам. Ставим амбициозные, но реальные цели. Реально я вот смотрел, когда перед командой, неважно, внешний подрядчик, внутренний стоит реальная, но амбициозная цель, то ее можно достичь. Вырастить количество продаж с 500 до 750. Вырастить конверсию с процента до 1,5. Да, когда вы говорите, хочу с процента до 3, ну, долго. Когда вы говорите, хочу с процента до 1,5, реально. Когда вы говорите, хочу с 0,5% до процента, еще реальней, потому что там проще, там больше дозоров. и шаг номер 4 переключаемся нельзя постоянно работы с чем-то они потратили неделю работаете сайт увеличить конверсию тестируйте с помощью google веб-сайт оптимайзер формируйте правильные ожидания у пользователя потому что если вы ему обещаете доставку на день день а делаете доставку через три дня вы потом получите минус удержание ваша система работает неправильно улучшает сайт юзабилити тестируйте сайт проверяйте его там доступность качество сервера скорость загрузки масса всего неделю поделали переключитесь на привлечение клиентов возьмите из этого файлика новые каналы возьмите по 50 долларов и пройдитесь по этим новым каналам проконтролируйте что там все правильно запущено новые таргетинги звонки прайс-агрегаторам звонки тизерным системам и продажникам что мы можем сделать лучше у нас все хорошо давайте еще лучше что вы еще нам можете предложить и удержание клиентов сервиса direct mail прописывание бизнес-процессов подготовка к росту если вы строите систему в принципе можете прогнозировать ваш рост если вы нашли свой потолок вы можете прогнозировать сколько у вас будет в сезон постепенно улучшаете сервис правите проблему и постоянно сайт привлечение удержание сайт привлечение удержание потому что во первых мозги ваших будет перестраиваться когда ты работаешь там с ожиданиями это одно когда ты работаешь с сервисом, это другое. Когда ты работаешь с сервисом, тебе вообще лучше стать или тайным покупателем, или выехать в полях. И быть не в офисе. Когда ты работаешь с сайтом, тебе нужно там встречаться с разработчиками, с юзабилистами, читать книги по психологии потребителя. Когда ты работаешь с привлечением клиентов, у тебя там рекламный копирайтинг, тексты, объявления, баннеры. Ну, то есть мозги просто должны уметь переключаться, и для этого им нужно давать время. Ну и не отрывайтесь от реальности, потому что вот такой дизайн нарисовала студия Артемия Лебедева компания Hire. Мы видим какие тут плавные, красивые формы. Какой-то там аккуратный дизайн. Конфетка. В жизни компания Hire оплатила работу студии Артемия Лебедева, скорее всего, потому что студия повесила эту работу в портфолио. Но бойлер у нас получился вот таким. Почему? Потому что заказчик поставил вот тут нереальную цель и был просто не готов к тому, чтобы вот у него производство бойлера, скорее всего, стало таким дорогим и технологичным. Да, они что-то взяли с небеда, но это небо и земля. изучили, да? Это, наверное, такой перерыв для вас и для меня. И если вы сейчас находите здесь и система интернет-маркетинга кажется вам слишком высоко, то вспомните про первый, точнее, про третий слайд бить в себе перфекциониста. Вы в любом случае будете строить пошагово. Шаг за шажочком, переключение за переключением. И в итоге я надеюсь, что вы дойдёте до этого и через полгода, через год мы с вами встретимся и уже вы здесь будете выступать, рассказывая, как вы в конкретном интернет-магазине, бизнесе строили систему. Резюмируем. Тестируем. Масштабируем, аутсорсим. Поддерживаем огонь. И переключаемся. В принципе, у меня всё. Стандартный слайд в моих презентациях. И напоминаю, что у меня есть как минимум один код на веб-визор. Два. Если Вика не забудет, не потеряет его и дошлёт второму автору интересного вопроса. Я ещё не решил, кстати, как я буду определять интересный вопрос. С тебя сайта ставит доклад? Я готов отвечать. На этапе тестирования. Ну, рынок имеет определённые колебания. Если даже бизнес, скажем, существует год, ну, председательная сезонность понятна в нём. Но всё равно на следующий год она может несколько отличаться. И если бизнес новый, то она совсем непонятна в сезонности. Как на этапе тестирования понять, что собирался сезонность рынка или сработал так хорошо этот канал? Если вы меняете что-то в сайте, то есть инструмент, но он непростой, вот первоначально, но потом, когда с ним разбираешься, он простой. Это Google Web Sites Optimize. Он показывает, вот пришло два пользователя, в один и тот же сезон, с разницей в пять минут. Только одному он показал вот так, по-другому он показал вот так. И он померил, и этому купил он или нет, и этому. И таких пользователей у него сотни. И когда он уже видит, что по статистике вот этот вариант лучше, он вам говорит, вот этот вариант лучше. Вы его внедряете и запускаете следующий тест. Тестируйте что-то другое. Потому что, да, конечно, нельзя перекрасить кнопки и надеяться, что это не сезон был и не трафик поменялся, а реально это он... Я же имею в виду именно канал, конкретная реклама. Скажем, закинули мы там 100 долларов на конкретный рекламный канал, он показал хорошие показатели. Но это был именно спец рынка. Мы вроде принимаем решение его работать с ним дальше, оказывается, что на спаде он уже совсем не интересен. Но тогда вы просто его при бюджетировании бюджетируете там помесячно, например. И тогда вы просто месяц спустя смотрите, что-то там перестало работать. Где-то надо опустить ставку, где-то надо переиграть объявления. Объявления тоже приглядываются, они уже перестают так работать. Где-то надо там поменять странички, на которые мы отправляем пользователя. Ну, то есть вы уже его там оптимизируете внутри. У меня вопрос. Вы говорили о маркетинг-бюджете. Как вы считаете, как его наиболее эффективно рассчитать, чтобы это было и не мало, и не много. Я не верю в то, что его можно рассчитать. Если типа принципу «Деньги есть, мы делаем маркетинг, денег нет, мы не делаем». Есть принцип, да? «Денег нету, мы делаем маркетинг, который требует кучу времени». Есть у Манна, дорогая книжка за 2000 с чем-то гривен, маркетинг без бюджета. Если у вас много времени и нет денег, вы просто за это время делаете себе маркетинг. Или маркетинг, что это грешка. Но ее можно на самом деле найти в интернете. Было бы желание. Если нет денег, и есть время. Я никогда не верил в то, что можно составить план по маркетингу, действительно, который будет реальным. Мне нравится, как ребята из Реворка говорят о том, что планы имеют мало общего с реальностью. Надо просто с чего-то начинать и постепенно… Если бизнес позволяет, вот вы запускаете 100 долларов, вы заработали 100 долларов, вы работаете в ноль. Окей, вы снова эти 100 долларов реинвестируете и снова делаете машинку для печатания денег. А потом переключаетесь на удержание клиента. И вы с тех, которые вы привлекли, в ноль, вы с них начинаете уже собирать сливки и реинвестировать больше. Если я хочу померить разные каналы, насколько вообще они влияют на друга и стоит ли допускать их одновременно или лучше делать перерыв? Ну, я видел эффект синергии, да, я видел, когда система работает там полгода, как у тебя там растет общее знание там товаров, услуг, магазинов. Лучше, если у тебя есть бюджет, есть возможность, запуская их одновременно, пусть они там один перекроют второй, ну, там, как у Яндекса, есть Яндекс.Маркет, есть Яндекс.Эдвард. Бывают месяцы, когда... Ой, sorry, я смотрю на тебя и ты меня гипнотизируешь, Максим. Есть Директ, есть Маркет. У тебя бывает месяцы, когда Маркет дает плюс, а Директ минус, а бывает наоборот. Но в сумме они дают плюс. Но, типа, если ты видишь, что совсем уж какой-то дает минус, то тогда его можно прекратить ждать еще 3 месяца, полгода, и снова попробовать. Ну, или в нем разувериться, да, там, я в свое время пробовал не очень чистый трафик, всплывающих окон, но я пока в него не верю. Еще запитание? Больше никому в инквизоре не поприкинули. Снецоди я задам. Без претензии на обход. Звуман, на рахунок интиму, в якому ты так и занимаешься маркетингом, как и где у вас там расходы в бюджете и какие-то каналы у вас активны, конкретно в Белозе. Для приклада, например. У вас абсолютно в цифре просто интимный вопрос. Смотри, я отвечу глобально, во что я верю. Давай так, не привязка ни к интиму, ни к SEO-студии, просто глобально во что я верю. Бойсковый маркетинг, SEO плюс контекст, плюс, нет, только SEO, только контекст, а именно плюс. То есть, есть примеры, когда хорошо по SEO и хорошо по контексту, они отлично живут вместе. И Direct Map. SEO плюс контекст мы привлекаем клиентов, прямые почтовые рассылки мы удерживаем и продаем им еще раз. И я верю в этих 3 инструмента как базис для любого интернет-магазина или для практически любого, но который имеет спрос. То есть, SEO контекст хорошо работает на товары, на которые уже есть спрос. И какие места по порядку с самого сайта? Ну, большое, большое. Что для SEO, что для контекста. Для SEO важно возраст сайта, внутренние параметры. Ну, мои коллеги рассказывали, не буду повторяться, наверняка рассказывали. Там важны такие технические больше данные. Для контекста важен показатель качества. Насколько та страница, куда ты ведешь пользователя, она соответствует тому объявлению, тем ключевым словам, которые ты создал. И можно иметь показатели качества 6 из 10 и платить почти там в 2 раза больше за клик, чем имея показатели качества 10 из 10. Поэтому важно людей вести на правильную страницу и опять же, на самом деле у SEO с контекстом очень вкусная синергия. Когда ты делаешь для контекста посадочную страницу, куда ведешь там группу пользователей по четко знакомым тебе запросам, и ты как SEO-шник начинаешь прописывать эти запросы где-то в тексте, где-то в картинке, где-то в заголовке, ты получаешь показатели качества 10 из 10. Ты платишь там минимум за клик, сколько там можно заплатить. Но опять же, учитывая конкуренцию, сколько твоей конкуренты готовы платить. Так что SEO-контекст и direct mail и все будет зашибись. Сейчас за питание. Как часто direct mail используется? В новых коллекциях это раз в полгода, раз в месяц? там зависит от бизнеса, но реально можно его использовать там. Опять, там есть привязка, когда люди получили зарплаты, т.е. это между 5-м и 25-м числом в месяц, пока они еще не потратили там 7-м и 25-м где-то так. Плюс есть привязка там сезон, праздники, не праздники, после праздников всегда спад. Но реально можно это делать общую рассылку там 2 раза в месяц. Можно делать даже 3. Плюс еще есть целая система писем, которая по дороге помогает. Оформил клиент заказ, ему там оцените, пожалуйста, качество. Ее долго настраивать, ее тоже надо как систему строить, но она тоже помогает продажам. Там просто сложнее, там надо один раз сесть, кучу шаблонов продумать по разным событиям и потом настроить, чтобы эти шаблоны просто постоянно шли. Так, это сейчас станет запутание. Очень просто. Нет, ну, если нет, то... Можно я еще один вопрос? Да, у нас уже натронули тему интима, да? Но если секрет, можешь не отличать, у вас продажи через шок есть там на странице? Есть. Хорошо. Ну, продажи через фейсбук это сложно, это очень ресурсоемко и как и через контакты, но это реально. Но, опять же, на небольших масштабах. Тут сидит человек, который занимается фейсбуком для интима. И я, можно сказать, аутсоршую фейсбук. Я его не покажу. Закончится в апстане. Понятно. Слову? Я дам веб-визор там, где я задумался. Честно скажу, где я задумался, может, это сила первого вопроса. Да, но я реально задумался. А потом я как-то уже легко отстрелился от вопроса. Все. А Вика, наверное, сама решит, кому? Решай, решай. Решай, решай. Я бы отдал вопрос за Директ Мэйл. И второе, я бы отдал самому замотивированному получить это человеку, который задал два вопроса, который сломал систему. Я вас свежу потом. Спасибо большое. Дякую огромное. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ